Беларусь славится своими талантами, а в сегодняшнее высокотехнологическое время душа все больше тянется к природе и все больше интерес люди проявляют к ремесленнической деятельности. Сувениры и изделия народных умельцев радуют глаз и пробуждают чувство любви к нашему белорусскому краю. Изделия мастеров достойны внимания и поддержки традиционных народных промыслов. Ремесло у нас в почете, но также закреплены и правовые основы его осуществления. Налоговым законодательством предусмотрена самая простая форма налогообложения с уплатой сбора раз в год. Ремесленная деятельность осуществляется физическими лицами по заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Для этого необходимо физическому лицу до начала такой деятельности уплатить сбор в размере одной базовой величины, а именно 100 тысяч белорусских рублей. Кроме того, законодательством не предусмотрены критерии по уровню доходности от данного вида деятельности. Сегодня в Беларуси перечень видов ремесленной деятельности расширен и включает порядка 30 пунктов. Напомним некоторые самые популярные списка и самые востребованные. Изготовление изделий ручного вязания, ткачества, кружевоплетения, ручной вышивки, декоративных цветов, кузнечного отдела. В стране зарегистрировано около 4 тысяч ремесленников. В московском районе областного центра таковых 243 человека. Все они уплачивают сборы в казну. Только в этом году сумма от московских искусников составила порядка 11,5 миллионов рублей. Вышеназванная сумма налогового сбора, уплачиваемого один раз в год, невелика. Внеся ее, заниматься в течение года любимым ремеслом человек может совершенно спокойно. Никаких других отчетов ввести не нужно. Но о некоторых особенностях следует знать и помнить. У физического лица может быть истребована налоговым органом декларация о доходах и имуществе. При декларировании физическим лицам своих доходов от данной деятельности, которые могут превысить стократный размер сбора, необходимо произвести доплату в размере 10% от суммы превышения. Доплата производится в месячный срок со дня вручения налоговым органам извещения данному физическому лицу. Уже сегодня, задумываясь о занятии ремесленной деятельностью, думайте о том, как осуществлять ее законным путем. Тем самым вы обезопасите себя, пополните семейный бюджет и порадуете горожан своим творчеством.